Здравствуйте, друзья! Решил седьмой урок сделать по Ардуино. В этом уроке мы разбьем датчик движения для Ардуино. Смотрите, что в этом датчике такого особенного. Он реагирует на движение. К нему можно сделать охранку, объемник. Когда какое-то движение происходит, то у нас, допустим, начинает пиликать зуммер и включилась сигнализация. Либо сделать так, что когда движение какое-то включается свет. Что замечательно, удобно, не надо включать никакие включатели для того, чтобы свет включить, а просто как бы движение появилось и свет включился. Что я про датчиков могу рассказать? Смотрите. У него есть два подстроечных резистора. Левый подстроечный резистор это чувствительность настраивается в контролируемые зоны. То есть, чувствительность какая? Длина. То есть, допустим, от трех метров он начинает ловить, или максимально у него можно от семи. То есть, крутите этот левый подстроечный резистор и примерно выбираете. Второй подстроечный резистор это время, по которому будет подаваться логическая единица. То есть, минимальное время можно поставить пять секунд, максимально триста секунд. То есть, что это такое? Ну, например, вы прошли и логическая единица подалась на нашу Ардуинку. Ардуинка поняла, что произошло движение, включила, допустим, свет. Вот. Если минимальное стоит, то пять секунд прошло, свет выключился. Вот. Если, допустим, мы поставили максимально, то, естественно, триста секунд. Да, у нас свет горит, мы сделали свои дела, ушли, после этого свет выключился. Вот. Очень удобно. Можно вот этим правым резистором это все подстроить. Так. Что еще тут интересно? Есть у него перемычка. Два режима. Так называемый L и H. Что это за режимы? Так. Давайте я вам сейчас расскажу. Вот. Сейчас у меня стоит в L-режиме. Вот. L-режим в этом режиме на вход при каждом срабатывании датчика подается единичка. То есть каждый раз, когда датчик сработал, единичка подается. То есть мы, допустим, зашли в комнату, датчик сработал, включил свет. Вот. И пока мы находимся в комнате, датчик нас улавливает, срабатывает постоянно, и постоянно у нас горит свет. Выключится только тогда, когда движение, перестанет он улавливать. Вот. Второй же, допустим, режим, так называемый H, В этом режиме один раз подается логическая единица. Вот. Когда уловило движение. И только после того, как выключится, как перестанет движение идти, только, ну, сейчас не с того начал. В общем, после того, как движение уловил, он включил. И проходит, вот сколько у нас задержка стоит на потенциометре, да. Вот он это время прогорел, все потух. Если он дальше улавливает непрерывно движение, он погас и больше не загорится. Только после того, как он перестанет улавливать движение, вот, и снова его потом уловит, тогда он снова загорится. Вот. Сейчас я вам эти режимы и продемонстрирую. Ну, давайте сначала я поставлю ваш, чтобы было понятнее. Вот. Да, сейчас еще немножко про схему. Ну, схема довольно-таки простейшая. То есть, тут у нас есть три выхода на потенциометре, ой, на датчике. Вот. С той стороны, в принципе, надпись видна. Но дело в том, что у меня пластмасской отломались эти самые ножки. Видите? Вот. Поэтому я его еще руками придерживаю. Надо приклеить. Вот. Значит, левая, это у нас плюс, питается у нас 5 вольт. Центральный, это как раз out, вот, куда подаваться будет логическая единица или ноль. Вот. И минус. То есть, естественно, минус мы подключаем к минусу Ардуинки. Ой, к минусу. Плюс к плюсу. Вот. А out мы подключаем к восьмому пину. Вот. И еще я подключил светодиод. Светодиод у нас минус короткая ножка мы к земле подключаем. Плюс через резистор 220 Ом мы подключаем к 13-му порту Ардуинки. Вот. А схема эта для чего сделана? Тут будет так. Как только у нас улавливает датчик движения, движение, так сказать, улавливает, вот, у нас диод загорается. Так. Ну что ж, давайте Ардуинку я включу. И сейчас мы заодно проверим, как это все будет работать. Так. Вот она нагрузится начала. Вот смотрите. Вон. Сейчас. Вот так пойму. Эх. Ты чего? Эгей. Что-то он не хочет. Во. У меня просто контакт отходит. Вот. Смотрите. А. Блин. Выпал. Сейчас. Вот видите. Диод загорелся. И после этого, как я рукой держу, он у нас потух. Вот. То есть надо мне остановиться. А. Вот. Подождать некоторое время. Снова рукой помахать. Сейчас. Да что ж ты плохо так улавливаешь-то? Хм. Вот. Загорелся. Просто у меня тут темно. Может быть поэтому. И так. Снова. Как только. Я провожу рукой. Снова. Нет. Как будто. Непонятно что-то. Давайте свет включу. Вот. Загорелся. У нас диод. Потух. Что-то он не хочет срабатывать. Может быть он постоянно движение улавливает. Ну давайте его в другой режим сейчас переведем. И проверим. Вот. Так. Вот. Загорелась. То есть смотрите. Я сейчас. Все. Движения нет. Он потух. Движение появилось. Он загорелся. И по идее. Вот пока я рукой двигаю. Он у нас видите. Горит постоянно. Вон. Как только я отпускаю руку. Движения нет никакого. Он должен потухнуть. Да. Блин. Он сразу все равно как бы движение улавливает. Не понял. О. Потух. Жесть. Так. Вот. Загорелся. Движение. Движение никакого нету. Потух. Загорелся. Потух. То есть у меня тут еще просто задержка стоит. Времени срабатывая. Вот. Загорелся. Вот. Если вот я сейчас рукой постоянно двигаю. Он у нас постоянно и будет гореть. То есть это вот режим так называемый L. То есть каждый раз когда он улавливает движение. У нас свет горит. Вот. А ваш видите. Почему то не получается. Он меня плохо улавливает. Но у меня освещение фиговое сейчас. Вот. Может быть поэтому. Ну. До этого как бы если посмотреть мое предыдущее видео. По этому датчику. По Ардуино я его делал. То там именно в режиме H все это работало. Вот. Его просто еще надо правильно подклеить и настроить. Все таки он у меня уже. Боевой такой разломался. Вот. Ну. Видели. Да. Суть поняли. Давайте наверное теперь перейдем. К компьютеру. Вот. И я вам расскажу подробненько про скетч. Что. Как. Зачем. Вот. Ну и так далее. Так. Ну что ж друзья. Вот он у нас датчик. Точнее вот у нас схема подключения датчика к Ардуино. Вот мы видим. Как я и говорил. Три пина. Земля у нас к земле. 5 вольт у нас к 5 вольтам Ардуинки. Ну и. Тут единственное на схеме показано что Аут у нас подключен ко второму пину. Я его подключил к восьмому. А так собственно все то же самое. Вот. Давайте допустим Ардуинку. Давай. Ардуино с IDE. Вот. Значит. Вот он у нас скетч. Что у нас тут такого. Вот. Ну. Объявляются пины. что переменные перпин у нас будет на восьмом пину. То есть как раз наш Аут датчика. Ну и LED пин. Диодный пин у нас будет тринадцатым. ОК уже подключил. Через резистор 220 Ом. Вот. Так. Значит. Смотрите дальше. У нас получается. Объявляем работу компорта со скоростью 9600. Вот. Объявляем пин мод на переменную пирпин input. То есть объявляем пин к которому подключен датчик движения входом. Вот. А вот этой командой мы объявляем пин к которому подключен светодиод выходом. Вот. Значит. Вот это у нас часть. Значит смотрите. Считываем значение с датчика движения. Если обнаружили движение. Ну. То бишь логическая единица пришла у нас на порт. То транслируем сигнал тревоги в монитор порта и включаем светодиод. О. То есть у нас вот оно и получается. И мы пишем. Если. Смотрите. У нас. Как бы. так. Так. с задержкой две секунды. Вот. Значит далее. Или сканирую. и если не хайд у нас. То сканирую. Вот. то есть выключим. Задержка одну секунду. Вот. Давайте. Сейчас я вам наглядно покажу. Давайте. Давайте. Наверное. Сначала я опять же попробую в режиме. H. Это все делать. Потому что. Больно. Не понравилось мне. Что вам. Не удалось его показать. Вот. Ну. Что ж. Вот я. Включаю. Вот у нас пошло. Сканирую. 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 Я рукой провожу. И опять вот. Вот. Тревога. Видите. Я вот сколько не провожу. У нас. Хоп. Он потух. То есть мне приходится. Видите. Два раза тревога была. Вот. И потух. То есть опять провожу. Что ж ты плохо так реагируешь. Может быть движение до сих пор улавливает. Засранец. Вот. Загорелся. Действительно. Я стоял неподвижно. Все. Он потух. То есть. Видите. Два раза всего лишь. Получается 4 секунды он горит. Ну. Как там задержка. Видимо 5 секунд у меня минимально стоит. Вот. И все. Потому что мы задержкой 2 секунды поставили. Так. Опять шевелюсь. Вот. Опять тревога. 2 секунды. Ой. 4 секунды получается. Почему 4? Потому что мы тут поставили задержку 2 секунды на тревогу. Да. То есть следовательно. Каждые 2 секунды у нас тревога произошла. То есть это 4 секунды. Следовательно. Вот у нас 5 секунд и получается. Вот. Так. Ну что ж. Давайте в другой режим теперь. То есть вы поняли да? Пускай как движение работает 5 секунд и потом гаснет. Независимо от того продолжается ли движение или нет. Вот. Но он не загорается как если движение не перестает быть. Вот. И этот режим хорош для чего? Ну если вам нужно допустим включать свет только допустим на 300 секунд. Пока вы находитесь в помещении. И все. И потом он сам чтобы выключался. Вот. Теперь значит в режим L мы входим. Смотрите. Вот у нас. Все пошло. Сканировали. Сканировали. Вот я начинаю шевелиться. Вот у нас загорелся. И я вот видите пока шевелюсь. Пока шевелюсь. Вот у нас тревога постоянно горит. То есть он постоянно мое движение улавливает. Замечательно? Замечательно. Вот. И этот режим больше подходит именно на охранку наверное. Потому что свет вы можете также да подойти к шкафу. К примеру открыть дверцу. И там копошится и датчик не будет вас видеть. Да. И он просто через некоторое время он погаснет. Вот. Так. Еще перестаю шевелиться. Вот. У нас опять начало сканирование. Вот. Как только я начинаю шевелиться. Вот тревога. Все. И у нас постоянно будет тревога пока мы шевелимся. Так. Ну что ж друзья. Вот он скетч. Я думаю не стоит его выкладывать. Если кому то он нужен. В коменты пишите. Я его обязательно выложу. Вот. Ну так. Мои пожелания конечно же. Ставьте лайки кому понравилось видео. Подписывайтесь на мой канал. Так. Ну всем удачи. Добра позитива. Хорошего настроения. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok